Здравствуйте! Мы изучаем дисциплину «Машины для земляных работ», в рамках которой предусмотрена серия практических занятий, имеющих целью выработку навыков определения технических и эксплуатационных показателей указанных машин. Данная дисциплина разработана для образовательной программы 6B07106 «Транспорт, транспортная техника и технологии». Занятие ведет до центра транспортной техники и логистических систем Ищенко Александр Петрович. Тема 1. Тяговый расчет куста реза и расчет его производительности. Предварительная информация. Зеленой работам в строительстве, как правило, предшествует подготовительной работой, связанной с удалением деревьев, кустарника, корневой системы, растительного слоя валунов. Растительный слой грунта, почву, следует удалить и сохранить для рекультивации. Кроме того, трещиноватые, скальные, полускальные и замерзшие грунты, а в отдельных случаях и просто плотные грунты, чтобы их можно было разрабатывать машинами не в ущерб производительности, разрыхляют. Для всех подготовительных работ применяются специальные машины – кусторезы, корчеватели, рыхлители. Обычно это машины созданы на базе гусеничных тракторов и снабженных специальным рабочим оборудованием. Кусторезы предназначены для срезки кустов и мелколесья на уровне земли. Наибольший диаметр срезаемых стволов для лиственных пород до 25 сантиметров, для хвойных пород до 35 сантиметров. По конструкции рабочего органа кусторезы бывают с пассивным и активным рабочим органом. Пассивным рабочим органом является навешиваемый спереди отвал клинообразной формы. В качестве активных рабочих органов используют режущие аппараты типа горизонтальных фрез. Общий вид кустореза с клинообразным отвалом представлен вам на экране. В передней части клинообразного отвала находится колумб, который предназначен для раздвигания деревьев и кустов и осуществления косово-резания. Внизу отвала находится нож, в данном случае вы видите прямой нож, но может быть он и пилообразный. Колумб и нож крепятся на раму, которая закрывается листами. Клинообразный отвал через толкающую раму или толкающие брусья крепится к базовому шасси. Управление отвалом осуществляется при помощи кидроцилиндра. Роторный кусторез представляет собой, навешивая на базовое шасси, горизонтально вращающийся диск, к которому крепятся соответственно ножи. Ну а теперь переходим непосредственно к изучению данного практического занятия. Цель работы. Проверить возможность кустореза, срезать и перемещать кусты и мелколесия без буксования и определить его производительность. План практического занятия. Ознакомиться с составом исходных данных и методикой расчета параметров кустореза. Состав исходных данных представлен в виде таблицы, в которой указывается вариант, выдаваемый студенту-преподавателем, марка трактора, тип грунта, ширина отвала кустореза, диаметр срезаемых кустов, прочность древесины, уклон местности. Вот этот состав исходных данных студент принимает в соответствии со своим вариантом. Следующие этапы практического занятия. Определить тяговые характеристики кустореза. Рассчитать сопротивление, возникающее при работе кустореза. Оценить работоспособность кустореза. Проверить условия прямолинейности движения кустореза. Определить производительность кустореза. Условия движения кустореза в рабочем режиме записываются следующим образом. Это формулы 1.1 и 1.2. В соответствии с этими формулами условия движения кустореза должно быть следующим. Сила тяги кустореза по сцеплению должна быть не меньше сил сопротивления движения кусторезу. А также сила тяги, развиваемая двигателем, также должна быть не меньше сил сопротивления движения кусторезу. Дубль ВТ – это у нас сила сопротивления, возникающая при срезании и перемещении кустов. Меньше из сил тяги, то есть сила тяги кустореза по сцеплению и сила тяги, развиваемая двигателем, будет определять работоспособность куста-реза. Сила тяги куста-реза по сцеплению определяется как произведение сцепного веса куста-реза на коэффициент сцепления гусениц-базового трактора с грунтом. Это формула 1.3. Сцепной вес куста-реза определяется по формуле 1.4, из которой следует, что сцепной вес куста-реза на 15-20% больше общей массы базового трактора, который принимается из таблицы 3.3 практической работы 3. Эти 15-20% приходится на вес оборудования куста-реза, то есть на кленообразный отвал. Таблица 3.3, которая приведена в третьей практической работе, включает в себя ряд показателей для базовых тракторов, которые используются при навешивании на них куста-реза, и общая масса трактора представлена внизу данной таблицы. Коэффициент сцепления гусениц с грунтом зависит от типа грунта и принимается равным от 0.6 до 0.9. Плотным грунтам соответствует большее значение коэффициента сцепления, мягким грунтам – меньшее значение. Сила тяги, развиваемая двигателем, определяется по формуле 1.5. Здесь мощность двигателя умножается на КПД-трансмиссии и делится на скорость движения куста-реза. 0.9 – это коэффициент, учитывающий, что дизельные двигатели нецелесообразно загружать на полную мощность. Наиболее эффективны они тогда, когда работают при 90% загрузке по мощности, что и отражает коэффициент 0.9. В процессе работы куста-рез преодолевает сумму следующих сопротивлений. Формула 1.6 – W1 и W2. W1 – это сопротивление резанию и перемещению кустов. W2 – сопротивление движению куста-реза. Сопротивление резанию кустов определяется по формуле 1.7. В этой формуле учитываются для определения сопротивления резания кустов следующие составляющие – сила сопротивления скалывания кустов, сила сопротивления резания кустов и сила сопротивления трения рабочего органа куста-реза о дерево. В соответствии с расчетной схемой, сила W1 является гипотенузой прямоугольного треугольника, в котором один катет – это сила сопротивления скалыванию, а другой – сумма сил сопротивления резанию и трению. Исходя из этого, сила W1 находится по теореме Пифагора. Сопротивление кустов скалыванию определяется по формуле 1.8 как произведение допускаемого напряжения древесины на изгиб на площадь поперечного сечения кустов, подвергающихся изгибу. При использовании данной формулы обращаю внимание на то, что единицы измерения допускаемого напряжения древесины на изгиб и площадь поперечного сечения кустов должны быть согласованы между собой. Сопротивление кустов резанию определяется по формуле 1.9 и представляет собой произведение удельного сопротивления дерева резанию на площадь поперечного сечения кустов, подвергающихся резанию. При расчете указанных сопротивлений можно считать, что площадь поперечного сечения кустов, подвергающихся изгибу и подвергающихся резанию, примерно одинаковая. Сопротивление трению рабочего органа куста реза от дерева определяется по формуле 1.10. И это сопротивление трению рабочего органа является собой произведение силы сопротивления кустов скалыванию на коэффициент трения металла от дерева. Сопротивление движения куста реза определяется по формуле 1.11. Обозначается это сопротивление W2 и представляет собой произведение сцепного веса куста реза на коэффициент сопротивления движения куста реза и угол уклона местности, выраженный в долях единицы. Причем угол уклона местности, выраженный в долях единицы, это и синус угла уклона местности. Далее проверяются условия движения куста реза по формулам 1.1 и 1.2. При работе куста рез должен двигаться прямолинейно. Для этого необходимо, чтобы выполнялось условие, удерживающий момент должен быть больше поворачивающего момента. Момент, удерживающий куста рез на трассе, определяется по формуле 1.13 и представляет собой произведение сцепного веса куста реза на ширину колеи базового трактора и на коэффициент сцепления. Ширина колеи базового трактора может быть определена по формуле 1.14, при этом ширина отвала куста реза является исходным данным. Момент, разворачивающий куста рез определяется по формуле 1.15 и представляет собой произведение 0.5 на коэффициент сопротивления кустов резанию и перемещению и на ширину отвала. Экституционная производительность куста реза определяется по формуле 1.16 и представляет из себя произведение ширины отвала на длину участка обработки и на коэффициент использования куста реза по времени. Данный коэффициент использования куста реза по времени принимается равным 1.70 и 2.80. И это произведение делится на время цикла работы куста реза. Время цикла работы куста реза включает в себя время резания и перемещения кустов, время поворотов куста реза, время обслуживания цикла. Время резания и перемещения кустов определяется по формуле, как частное отделение длины участка обработки, представлено в таблице 1.2, это исходное данное, на скорость куста реза при резании кустов. Скорость куста реза при резании кустов можно определить по таблице 3.3, представленной в практической работе 3. А вообще рекомендуется рабочий ход, скорость рабочего хода куста реза принимать от 0.4 до 0.5 метров в секунду. Время на повороты принимается равным от 45 до 60 секунд. Время обслуживания цикла складывается из времени на управление отвалом и переключение передач и принимается равным от 25 до 30 секунд. В таблице 1.2 в соответствии с вариантом приведены длинные участки резания и перемещения кустов. Таким образом, в результате выполнения представленного практического занятия студенты должны приобрести навыки расчета показателей куста реза, характеризующих его технические и эксплуатационные возможности. Выполнена практическая работа, оформляется в виде отчета, содержащего титульный лист и текст, включающий теоретическую часть и результаты. Основу теоретической части составляет материал методических указаний. Форма титульного листа представлена на экране. После представления отчета осуществляется его защита путем ответов на поставленные вопросы по теме практической работы. Общий балл за работу складывается из следующих составляющих. Литература, которая рекомендуется для расширения знаний в процессе, выполнения данной практической работы представлены вам на экране. На этом практическая работа заканчивается. Я с вами прощаюсь, желаю всего доброго.